Аплодисменты Он говорит, что это неправильно. Нужно Пилипу. Поэтому я очень рад. Для меня это большая радость, что есть такая церковь, как спасение, что мы в одной стране. Нехай Господь вас благословит. Хоча мы живем в такой сложный час агрессии, войны, но нехай Господь вас благословит. Вот я перейду на иномовный. Конечно же я всегда радуюсь. Это раз в году я к вам приезжаю. Каждый раз как будто впервые переживаю. Мне кажется, вы такие интеллигентные и мне перед вами не так легко бывают. Но ничего. Слава Господу, что вы есть. Это я наслаждался вашей группой представлением. Все музыканты наслаждались инструментами, но кто был на Конге наслаждался больше всех. Он прямо вообще, я так сказал, так захотел играть на Конге тоже. Слава Богу. Да. Я недавно впервые сделал поездку за пределами Украины с момента начала войны и был в Испании, проводил там конференцию. Очень интересно быть за пределами Украины во время войны. Аж непривычно. Хочется бежать назад и быть на месте. Но я очень рад, что в это время Господь много чего делает. Мы будем продолжать молиться. Я верю, что агрессия заканчивается. Аминь. Когда уже истерики громкие, значит дело идет к концу. Поэтому мы благодарим Господа. Но я пришел сюда вам не рассказать о войне. Моя цель это говорить об Иисусе Христе. И вот что я ожидаю. Я очень люблю сразу вначале рассказать, что будет. И нам легче, правда же? Я ожидаю, что сила Господа Бога прикоснется ко многим людям. И они получат исцеление и чудо. Мне очень понравилось свидетельство Светлане. Вот. Но я ожидаю, что то, что произошло со Светлане, произошло сразу. То есть, некоторые получат завтра, послезавтра. Но я хочу попросить. Я уже попросил, между прочим, у Бога с утра. И Он обещал, что будет. Чтобы сразу люди получили свое исцеление и свою свободу. Скажите аминь. Аминь. Да, слава Господу. Я очень рад. Я поздравляю вас с 29-летием. Вот раньше, когда... Да, слава Господу. Поздравляю вашего пастора, его жену. Я их давно знаю. Поэтому для меня они выглядят молодыми. Потому что мы одинаково как бы меняемся. Вот. Вот. Мы раньше, когда были на карьере, но я давно-давно. Вот. Когда я приехал в Советский Союз, так получилось, что я был слишком активнее духовно. Поэтому сразу меня начали узнавать. Очень быстро. Что есть такой студент, его зовут Генри. Вот. Ну, я создавал много проблем для пастора Владимира Ивановича. Вот. Даже штрафовали его из-за меня, я помню. Вот. Но ничего. Вот. Я говорю, что он уже получил награду за эти штрафы. Вот. Потому что так Бог меня призвал. Невозможно было мне просто спрятаться и исчезать. Сколько раз я пытался прятаться и исчезать, никак не получается. Поэтому слава Богу за пастора Филиппа. Вы его любите, надеюсь. Вот. Пасторы – это очень важные люди. Они не Иисус Христос, но они представляют Иисуса Христа. Мы не можем убедительно утверждать, что мы любим Бога, которого мы не видим, а Его пастора, которого мы видим, мы не любим. Поэтому, ваши пасторы, любите их, цените и уважайте. Одно из методов, как мы выражаем нашу любовь к пасторам, это мы не позволяем негативные языки говорить против наших пасторов. Мне понравилось, как однажды Джон Остин сидел в самолете, был такой служитель. И какой-то богатый человек начал ругаться там. Но когда он ругался, он использовал имя Иисуса. Пять минут ругался. И когда он закончил, Джон Остин сказал, люди в самолете, в Америке равно правее. Вот пять минут ругали Иисуса, теперь я хочу пять минут хвалить Его. И он закрыл глаза, поднял руки и сказал, «Слава тебе, Господь! Я благодарю и поклоняюсь!» И весь самолет сидит, потому что он не мог позволять, чтобы унижали имя Иисуса в его присутствии. Это то же самое с нашими пасторами. Как только вы услышите ненужные разговоры, нужно не только уйти, нужно останавливать таких людей. Я уже живу на земле, не знаю вам, признаться или нет, сколько мне лет, но в любом случае, столько, сколько у меня есть, я никогда не видел никого, 57 лет уже, никого не видел, человека, который критикует своего пастора, и Бог его благословил. Таких нет. И поэтому любите пасторов, почитайте их, уважайте. Всегда ли пасторы сделают то, что мы хотим? Нет. Почему? Потому что они не Бог, они человеки. Вот. Но наша задача – почитать, уважать, любить и поддержать. Вы так будете делать или нет? Все, если вы это будете делать, тогда я могу проповедовать. Слава Богу! Моя проповедь называется «Бог любит дать доказательства». Наш Бог любит давать доказательства. Христианство – это не какая-то тайная группа людей, непонятно, чем они занимаются, о чем они говорят. Христианство – все открыто, понятно, четко, и нет нигде подполного чего-то. Все четко. Потому что Бог тоже работает четко. Посланник Римлянам 5 глава 8 стих Библии говорит так. «И Бог доказывает свою любовь к нам, тем, что Иисус умер за нас, когда мы еще были грешниками». Заметите слово «любить» – доказывать свою любовь. «Бог всегда хотел доказать». Потому что Он знал, кого Он создал, когда Он создал человека. У человека есть вопросы на уровень ума. У человека есть эмоции, которые требуют определенного восприятия. У человека есть дух. И Бог знал, что человеку нужно доказательства на уровень ума его, на уровень эмоций и на духовном уровне. Поэтому Бог любит давать доказательства. Это одна из причин, почему я люблю проповедовать. Потому что я знаю, когда я проповедую, Бог любит дать доказательства тому, о чем я проповедую. Поэтому я смело это делаю, с большой радостью это делаю. Вот я недавно был в Испании. Первый раз во время войны чуть ли себя не чувствовал преступником. Уехать из Украины, а война еще идет. Но потом подумал, все равно возвращаюсь, вплоть покаяния есть. Я вернулся. Вот поэтому, когда я приехал туда, начал проповедовать. Там было жарко, 36 градусов. Мне так понравилось, что так жарко, потому что я знал, куда я вернусь. Вот один человек мне рассказывал. Там я молился за исселение, как всегда, как я сегодня буду делать. Я это люблю делать. И человек мне говорит, пастор Геннер, мне снился сон, что вы приехали в Мадрид. И когда вы приехали, вы помолились за меня, и Бог меня исселил. Я думаю, Боже мой, какая легкая задача. Помолился, и Бог его исселил. У него была проблема с кожей, и Бог его исселил. Вот недавно ко мне подошла женщина. Она говорит, пастор Геннер, мне снился сон, почему-то Бог начал через сны часто. Мне снился сон, что у нее гепатит и ВИЧ. Вот она говорит, мне снился сон, что как будто я вижу свою кровь, и вы на собрание призвали людей молиться за тех, у кого ВИЧ и гепатит. Я подумал, неужели пастор это сделает? И как раз в тот день я проснулся утром, в воскресенье, молился, готовился к собранию, как я сегодня сделал. И во время молитвы Бог мне показывает, раньше, чем ты начнешь проповедовать, молись за людей, у кого ВИЧ, у кого гепатит. Ну, я приехал на собрание, и я это и сделал. И она говорит, я в шоке был, что вы это сделали. И я, когда я закончил молиться, я им сказал, идите к своим врачам, дайте анализ крови, подождите месяц, дайте еще, подождите еще, и через три месяца вернитесь назад и расскажите, что сделал Бог. Она в том числе, плюс пять других людей вернулись, нет ни ВИЧа, ни гепатита, Бог исцелил. Оказывается, наш Бог, Он способен и на такие вещи тоже. Вот я не знаю, чем ты страдаешь, но главный вопрос, Бог живой, Бог всемогущий, Бог хочет помочь тебе. Вот Библия говорит, ибо Бог доказывал свою любовь к нам. Чем? Тем, что Иисус умер за нас, когда мы еще были грешниками. Это большой риск. Ведь Бог рискнул, а мы могли бы отказаться. И получается, но Бог знал, что когда есть доказательства, сердце человека меняется. Вот я вижу, тут люди сидят в парах, мужья и жены. А как вы согласились выйти за него замуж? Вы ждали доказательства. Вы разговаривали с тетей, с кем еще? С тетей, с соседками. С кем разговаривают? С острей, чтобы получить доказательства. Со всем, что дышит под небом. Иногда не надо со всем миром. Иногда лучше только с Богом, и вопрос решился. Но в любом случае, что вы искали? Доказательства. Мы все нуждаемся в этом. И получается, Бог любит доказать свою любовь к нам, свою силу, чтобы нам помогать, свою святость, чтобы ради, для правдивости и праведности его, его милость по отношению к нам. Он любит доказать свою верность, чтобы мы могли на него полагаться. Бог, есть Бог, который любит доказать. Поэтому, говорится, пророк Иеремия 1,12, Бог задал Иеремию вопрос, что ты видишь? А он там видел миндальное дерево, и Бог ему говорит, ты верно видишь, потому что я бодро свою над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Если вы читаете пророки, Бог заранее говорил, потом сделал. Он говорил, потом сделал. Бог любит давать доказательства. И поэтому сегодня хочу вам показать, потому что он будет доказать свою любовь к тебе. Он будет доказать свою силу к тебе. Он будет доказать свою верность к тебе. Он будет доказать свое принятие тебя. Он хочет это показать. Скажи-то амин. Большой вопрос. Пастор Генри, хорошо, если Бог любит доказать. Вот я помню, ко мне подошел один человек, он говорит, пастор Генри, меня Бог призвал, у меня дари исцеление. Я сказал, хорошо, вопросов нет. Покажи мне доказательства. Где ты что сделал? Даже призвание от Бога имеет доказательства. Когда люди мне говорят, я служитель Божий, я согласен, но только покажи мне доказательства. Кто-то говорит, у меня есть голос, петь, вопросов нет. Сейчас найду микрофон и дам тебе. Заметите, что на этой земле нужно не только слова, а показать на дело. Поэтому, когда Бог меня призвал, я много молился и постился. Но одно из того, о чем я просил у Бога, это Бог не дай, чтобы я когда-либо вышел проповедовать, а ты не включился. Ты лучше меня останови заранее. Дома я разберусь, исправлю, прочищу все, что надо. Только я не хочу выйти на сцену, и ты не пришел. И нет доказательства, и нет подтверждения тех слов, которые я говорю. Кто-нибудь скажи, амин. И что интересно, Бог после этого меня не убил. Ему это понравилось. И вот я ему обещаю, я ищу его лицо, стремлюсь к нему, а он дает доказательства. Поэтому сегодня многие из вас получат исцеление как божественное доказательство своего любви к тебе. Но если Бог доказал, то нужно, чтобы вы Ему ответили. Нужно отдать свою жизнь Господу Богу. Скажите амин. Три важные методы, которые Бог использует, чтобы приносить свое доказательство в жизни людей. Первое. Это мы находим из слов, которые сказал апостол Павел к римлянам 1 глава 16 стих. Он сказал, «Ибо я не стяжусь благовествования Христовы, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Первый метод, канал, через который Бог передает с неба свое доказательство, называется благая весть. Там, где говорится благую весть, туда придет сила Божия. Там, где говорится о любви Божией, туда придет сила доказательства. Что такое благая весть? Благая весть – это очень просто. Бог возлюбил тебя, отдал Сына Своего Единородного. Он умер за твои грехи и на третий день воскрес. Надо ли бы было ему это делать? Не обязательно. Вы знаете, что легче для Бога было бы? Взять землю и уничтожить. Ему это было бы легче. Откуда я знаю, что Бог мог бы это сделать? Потому что в Библии есть такая история, когда однажды Бог решил уничтожить. Уже такое решение было. Это значит, когда наш период поколения пришло, Бог, наверное, мысли тоже пришло по поводу уничтожить. Вот не иное, Бог решил уничтожить землю. Он просто решил уничтожить. Почему я в восторге от Ноя? Потому что Ноя? Бог решил уничтожить землю. Но вы знаете, что мне нравится о Боге? Бог любит исследовать дело. Вот когда Он пришел уничтожить Содома и Гумора, Он не уничтожил сразу. Бог пришел и говорит, Я пойду, посмотрю, точно ли все так, как ко мне донесли. И Он пришел с Содома и Гумора, увы, оказался точно. И Он уничтожил лишь. Я так и думал, когда пришел во время Ноя, Бог снова думал, пойду проверю еще раз. И что Он находит? Ноя. Прямо в Исневой. Он ходит, поет песни, псалмы. И Бог говорит, Вот, я не могу из-за Него уничтожить. Конечно, мы в нашей жизни, мы другие. Мы иногда осуждаем людей, потому что мы слышали сплетни, слова, разговоры, и мы даже не пошли проверить. Мы поверили с первого слуха. И мы обвинили, мы наехали, мы уничтожили. А человек, возможно, невиновен. Бог меня научил Генри, делай, как я. Никогда не верь слухам, разным разговорам, проверяй любое дело. Чего я вам тоже советую. И все, кто кого-то ругали, без причины, да скажут, амин. Да, вы ругали без причины. Но слава Богу, что первое покаяние уже произошло на богослужении. И вот я хочу сказать вот к чему. Заметите, что Бог, Он, наверное, посмотрел, уничтожил. Но Он так полюбил нас, что Его остановил. Его любовь. И Он так посмотрел, так полюбил. И Он решил, нет, я их не уничтожу. Я лучше, я пойду, возьму на себя их грехи, и я пострадаю, чтобы они только жили. Вот так Бог возлюбил тебя. Я, например, очень люблю собаки, я не знаю, как вы. И вот одна из главных трагедий этой войны для меня, моя собака умерла. Бомбежки, я отдал собаку бородянке, потому что я подумал, в Киве опасно, бородянке безопасно. Я не был Вадима духом вообще. Вот отдал собаку бородянке, эти бомбежки, эти все, и собачка пережила такой внутренний стресс. Потом ее повезли в Ужгород, вернули в Киев, и собака вернулась, и начала болеть, начал болеть. Эта собачка была моим самым близким другом. Собачке легче. Я ему что-то говорю, не отвечает. Только улыбается. Я помню, в день, когда собачка моя умерла, она на меня посмотрела, пыталась улыбаться, пыталась меня поддержать. Через минут 15 она умерла. Так было болно. Вот в этот момент, если бы мне сказали, Геннер, дай 10 тысяч долларов, твоя собака будет жить, я бы отдал. Вот, а Бог возлюбил нас еще больше. И вот, когда Он видел нас, Он пришел на землю. Он взял наши грехи, наши болезни, мучения, проклятия. Он умер. И сегодня Он говорит, я все сделал. Только приди, и я дам тебе жизнь. Вот это и есть благовествование Христово. Это то, в чем весь мир нуждается. Мусульмане в этом нуждаются. Буддисты в этом нуждаются. Атеисты в этом нуждаются. Все в этом нуждаются. А сегодня Бог, если ты примешь это, Его сила придет и поможет тебе. Потому что через принятие благую весть, доказывающую сила Божия приходит к нам. Второе. Как Бог, какие каналы Он использует, чтобы метод, чтобы доказать. Второй метод, как Бог приносит доказательства в нашей жизни, называется молитва. Молитва один из тех методов, который, когда есть, то Бог начинает проявлять свое доказательство. Библия говорит таким образом. Римлянам 10-13. Я сегодня чего-то не читаю Библию. Вот я, если мои учители в воскресной школе были бы здесь, похвалили бы меня, что я цитирую, не читаю, но время мало. Поэтому вы не против, что я так называю? Я правильно говорю. Доверяйте мне в этом вопросе. Хорошо. Римлянам 10-13. Библия говорит, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мне нравится слово «всякий». Это имеется в виду любой человек. Миша может звать, Маша может звать, Татьяна может звать, Оля может звать. Даже если ты на кого-то обижен, ты можешь звать имя Господне. «И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это слово «спасется», оно широкое слово. Это в том числе прощение грехов. Сегодня ты сможешь призывать имя Господне, и твои грехи будут прощения. Но это входит также избавление от всего, что нас угнетает. Возможно, как я однажды был в Каире, встретил одну девушку, она была в Каласке. И вот ей, наверное, лет девятнадцать, и она уже семь лет сидела в Каласке. Конечно, похоже, было собрано на этом только арабы сидели, арабские женщины, арабские мужчины. Я сейчас пытаюсь понять, кто красивые арабы или украинцы. Как вы думаете, кто красивее? А, это эгоизм. Библия говорит, считайте других лучше себя, а вы нарушили. ну ладно, ну ладно, Бог вас прощает. Но тем более, если украинцы красивее, арабы с вами не согласны. я помню, я начал молиться за исцеление, и эта девушка, она поверила, как ребенка, ребенок, и сказала, Иисус, избавь меня, подними меня из Каласки. Она позвала имя Господа. Я даже не знал, что Бог слышит арабский язык. для меня Бог услышит украинский, русский, английский, немецкий, может, еще итальянский, потому что сколько у меня мышления, арабы, евреи постоянно в драках, иногда кажется, что Бог расспрощался с арабами уже давно. Оказывается, нет, он их любит. Если Бог услышал арабскую девушку на арабском языке, которые дерутся постоянно с израильчанами и дал ей свободу, то Бог сделает для тебя сегодня. Скажи да, амин. Аллилуйя. Я никогда не забуду эту девушку, до сих пор ее фотографии, видео использую во всем мире, потому что Бог сделал для нее чудо. И она встала. Поэтому Библия говорит так, Матфей 7, глава 7, 8 стих, там говорится, просите и дано будет вам, ищите и найдете. И Библия говорит, стучите и вам откроется. Ибо всякому, кто просит, ему дастся. То есть получается, когда я молюсь, божественная сила для доказательства высвобождается и она начинает проявляться посреди нас. Буквально через 6 минут мы начнем молиться за исцеление. Я говорю, чтобы ты готовился. Не громко слишком звать, но от души, от сердца, искренно всем, кто ты есть. И третий метод, или вам два достаточно? Вы хотите слышать третий? Просто третий сложный, потому что божественные доказательства приходят через посвященности. оказывается есть большая сила, когда человек посвящен Господу Богу. Аж посвящен до того, что рискует свою жизнь. Рассказывается историю в Библии вот написано 2 Паралепоменон 16,9 там написано «Ибо Отче Господне обозревает всю землю». Мне кажется, сегодня они остановились в Вишневой. Не потому что вы есть, а потому что я есть. Но я есть, потому что вы есть. Вот сегодня Отче Господне обозревает всю землю и оно сегодня на Вишневой. Написано «Обозревает всю землю и Он готов показывать Себя сильным или поддержать тем, чье сердце полностью предано Ему. Оказывается, я могу не молиться, ничего не говорить, только у меня сердце полностью предано Господу, и Бог проявит свою силу не потому, что я умно просил, а только по одной причине. Состояние моего сердца. Вот эта история произошла с Даниилом, Сидрахом, Месахом, Авденаго. Трое из них им сказали, тут есть печь огненная. Если вы не будете клоняться перед истуканом, который царь создал, мы вас бросим в печи. Они сказали, царь, мне нравится их вежливость, похожая на вас. Церковь спасения вежливые люди. Вот они говорят, во веки живи, царь. Если он хочет меня убить, я бы ему во веки живи. Я сказал, с тобой вместе попадем туда. Я бы не отпускал. А он во веки живи, царь. Нам нет нужды тебе отвечать в этом. Они еще соблюдают все эти. Вот так они доверяли Богу, что они держали спокойствие. И Библия говорит, когда они отказались, царь вошел в ярости. Это называется эмоции. Помните всегда, эмоции не выигрывают ни войну, ни спор, ничего в жизни. Эмоции – это пустой ветер. Не будь человеком, который движим мы эмоциями. Вот я как инженер, я, вот, ваш пастор – музыкант. Вот, поэтому видно сразу, да, разница между нами. А я инженер. Вот, поэтому у меня все вычислено четко, как бы по линиям. И один, два, три, четыре, пять. Закончился пять, и увидим чудеса. Вот я так люблю подходить. Если бы пастор Филиппе это делал, он бы более, вот он более украинец, чем я. Потому что украинский язык, правда же, мелодичный, музыкальный. Но не инженерный язык. Хотя, когда я поехал там, где Чернозомы, я начал сомневаться, кто именно украинец, я или он. Вот. Главный вопрос такой. Их бросили в печи, но потому что они посвященные Богу. Они отданы всем сердцем. Бог решил принести свою силу доказательства. И защитил. Они-то ничего не говорили. Но их друг Даниил, когда он был в Ровлевине, царь пришел утром и говорит, Даниил, защитил ли тебя твой Бог? Он говорит, царь, Бог послал ангела и закрыл паст у львов, потому что я перед ним оказался невинным. И перед тобою тоже царь. Настолько они были посвященные, что Бог не может оставить таких один на один с проблемами. Посвященности сделать, чтобы Бог пришел и дал свою доказывающую силу. Одна из проблем, которые мы имеем сегодня. Нет людей, которые так посвящены Богу, чтобы Бог нашел через кого доказать себя. Вот, например, многие из вас, вы придете к Иисусу Христу сегодня, вы получите прощение грехов, примиритесь с Богом. Это же большой вопрос. А что дальше, пастор Генри, дальше живи жизни, посвященной Господу Богу. Жизни любящего Господа Бога. Жизни, которая в согласии со Словом Господа Бога. И тогда чудеса Божьи, как Бог будет доказывать себя, это будет многократно в течение всей жизни твоей. Посвященная жизнь имеет силу. Вот, когда ваши музыканты тут играли, я увидел клавишник. Где он? Пожалуйста. Я люблю для меня клавишник, клавишник это самый близкий друг. Вот. Слава Богу. Это я должен был быть музыкантом, но обленился. Поэтому я люблю музыкантов, потому что сам не доучился, но удивительно ловлю музыку, и я не понимаю, как я ее ловлю. Если какой-то инструмент не так играет, я ловлю. Ваши правильно играли, чтобы вы не пересекали. Поиграй что-нибудь, особенно в стринге, где-то там что-нибудь в том направлении. Халлилуйя. мое служение очень сильно зависимое от музыки. Когда мы чуть-чуть громче. Спасибо. Когда я слышу музыку, мне так прямо аж хорошо, но не в этом деле. Тогда я чувствую, как присутствие Божия начинает приходить и влиять на атмосферу. Потому что, чтобы вы знали, что мои слова или мое присутствие здесь, оно вам ничего не даст. Абсолютно ничего. Но присутствие Господа Бога, вот это то, что даст то, что нам нужно. Когда многие люди получат веселение сегодня, вы скажете, кто это сделал? Это Господ Бог. Вот это Он, которому мы верим. Я прошу, давайте мы все встанем. Спасибо, Господ. Мы поклоняемся Тебе на уровень моего голоса. Спасибо, Господ. Вот я так рад, что я служу такому Богу, который любит давать доказательства. который живой, который любит людей. Можно на уровень моего голоса, музыка ему сделать? Спасибо Тебе, Господь. Господь, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Вот, спасибо. Господь, мы благодарим Тебя. Это праздник. 29 лет церкви спасения. И Ты привел Твой народ сегодня здесь. Но мы хотим прежде всего Тебя благодарить за эти 29 лет. Спасибо. Мы благодарим Тебя за жизнь, что Ты умер, Иисус, за нас, и Ты воскрес из мертвых. Ты взял наши проклятия, наши немощи и болезни, чтобы мы имели свободу и исцеление. Мы благодарим Тебя. Я прошу Тебя, Духом Святым, прикоснись к Твоему народу, исцеляя его, творя чудеса и знамения в народе. Во имя Иисуса. Библия говорит, всякий, кто призовет имя Господне спасется. Возможно, Ты пришел сюда с болезнью в Твоем теле. Я хочу, чтобы Ты обратился к Богу Твоим голосом по-Твоему и просить у Него Отец Небесный исцели меня и назови конкретно отчего, назови конкретно, в чем проблема. Во имя Иисуса. Пусть Он услышит Твой голос. Пусть Он услышит Твой голос. Пусть Он услышит Твой голос. Музыка играет, никто не слышит Тебя. Пусть Он услышит Твой голос. Отец, я прощу, сделай чудо со мною. Исцели моего сына, моего мужа, исцели меня. Если ты смотришь онлайн, то же самое. Обратись к Богу, Он услышит тебя, потому что молитва один из методов Божьих, как передать тебе Его силу, Его исцеление и Его чудо. Спасибо тебе, Господь, что ты слышишь нас, когда мы молимся, когда мы просим. Спасибо тебе, Господь, проси с ожиданием, с верою, что Он слышит тебя. Спасибо тебе, Господь. Господь, мы благодарим тебя. Библия говорит, возложи от руки на болнишки, и они будут здоровыми. Где бы ты ни был в этом зале, здесь сила Божия, здесь Божье присутствие, которое способно сделать чудо в твоем теле. А с ожиданием от Бога возложи свою руку там, где болит в твоем теле. Просто возложи руку там, где болит. Если у тебя много болезней, возложи на самое тяжелое. У тебя болезни там, где невозможно возлагать руки. Возложи на сердце свое или на голову свою. Даже самые тяжелые болезни для нашего Бога. Нету ничего невозможного. Он творил небо и землю. Он сотворил видимое и невидимое. Ему не трудно сделать чудо с тобою. Он живой Бог. Он всемогущий. Одна рука возложена там, где болит. Вторую руку подними к Богу и ожидай чудо от Бога. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты верный Бог. Бог, который слышит. Бог, который отвечает. Бог, который творит чудеса. Спасибо Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса. Спасибо, что Ты нас лишишь, Божий. Дух немощи и болезни, я иду против Тебя именем Иисуса Христа. Ты дух немощи, дух болезни. Я говорю Тебе, уйди прямо сейчас во имя Иисуса. Я приказываю всякое демоническое влияние, которое в жизни людей. Тебе говорю, уйди, уйди, уйди. Болезнь приказываю Тебе исчезнуть прямо сейчас. Я приказываю высокое давление. Падай сейчас именем Иисуса. Болю в пятках, боль в пятках, исчезнуть во имя Иисуса. Я приказываю кожей в затылке исцеляться именем Иисуса. Я приказываю тазобедренные суставы исцеляться именем Иисуса. Рак умри, рак умри, рак умри. Прямо сейчас во имя Иисуса поражает Тебя Христос. кора ма шакамамамандория, Боже, я благодарю Тебя. Я приказываю неходящим ногам ходить, ходить, ходить во имя Иисуса. Боже, спасибо. Я приказываю бесплодие женское уйди сейчас бесплодие мужское уйди сейчас во имя иисуса корома шака мама дори шум в ушах исчезли депрессия уйди последствия болезни ковид 19 все последствия отменяю именем иисуса я провозглашаю полного исцеления восстановление память возвращение мыслительный процесс шизофрения поражаю тебя именем иисуса я приказываю гепатит уйти полностью вирус до умирает полностью ведь исчезли именем иисуса господь я благодарю тебя что ты есть живой бог что ты двигаешься посреди нас дух святой работает с нами сегодня он прикасается к тебе принимая от бога свое чудо скажи ему спасибо иисус за твою исцелающую силу который прикасается ко мне сейчас скажи ему спасибо господь боже мы благодарим тебя мы благодарим тебя что ты живой ты всемогущий ты творишь чудеса спасибо тебе иисус мы благодарим тебя и боже я никогда не понимаю за должно твоя сила твои чудеса это честь чтоб стоять перед твоим народом это честь чтобы твой дух святой двигался через меня я благодарю тебя за это господь во имя иисус подними свою руку к богу спасибо тебе господь дух святой соедина каждого и силая недостающие органе до появится в теле до появится в теле и боже я провозглашаю чудеса не только в исцелении но в семьях в отношениях с детьми между мужем и женой в работе в бизнесе может больше там где потери из-за войны сегодня я провозглашаю восстановление во имя иисуса кора маша капатория и все что сатана украл да придет восстановление возвращение во имя иисуса и боже мы используем эту возможность сказать агрессии нет войны нет этот дух убийства ненависть этот дух который пытается уничтожить народу украины мы тебе говорим ты поражен во имя иисуса возвращается обратно откуда ты пришел мы говорим целостность для украины для ее народе для ее границы для ее государственности во имя иисуса спасибо тебе господь мы благодарим тебя все вместе скажи спасибо иисус за твою исцелающую силу скажи я принимаю сейчас мое чудо во имя иисуса да мы благодарим тебя да мы чтим тебя да мы любим тебя всем сердцем всей душой всем естеством и всем кто мы есть во имя иисуса спасибо за каждое чудо и где быть и небо в этом зале если ты говоришь пастора генри я пришел сюда с болью с болезнью в теле и проверяю себя прямо сейчас каким-то образом проверяя свой организм из у тебя нога болела подними эту ногу во имя иисуса музыка продолжается если у тебя рука не работала двигаясь этими руками делай что-то переверой проверяя свою зрение особенность у тебя была катарат проверяй спроверяй насколько четко зрение стало делать то что ты раньше не мог делать потому что вера без дел мертва когда мы показываю свою веру показываем делами то мы получаем свое чудо дело то что ты раньше не мог делать как Как-то проверяй свой организм каким-то образом. Спасибо Тебе, Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя. Но как только Ты обнаружил, есть перемена в Твоем теле громким голосом там на месте. Даже если Ты пришел впервые, просто скажи Иисусу, спасибо Тебе, Господь. Ты ощущаешь перемену в теле, боль уменьшилась или исчезла полностью. Есть изменения в Твоем теле, громко скажи спасибо, Иисус. И, Боже, я благодарю Тебя за каждое чудо, за каждое исцеление во имя Иисуса. И, Боже, мы благодарим Тебя, что Ты наш Бог и Ты наш Спаситель. Если Ты в этом зале, Ты говоришь, пастор Генри, вот точно у меня боли уменьшились, есть перемена в моем теле. Я чувствую прямо во время молитвы. Многие люди думают, а как это? А вдруг это случайно? А случайно, которое происходит во время молитвы, это не случайность. Если Ты говоришь, пастор Генри, я чувствую перемену в моем теле. Там, на месте, где Ты, не выходя никуда, подними свою руку, чтобы я увидел Тебя. Машите руками, если что-то с Тобой произошло в теле. Вот я хочу попросить, все чьи руки, кто машет руками, что-то с Тобой произошло в теле. И Ты не хочешь терять свое чудо, хочешь хранить. Я хочу попросить Тебя, очень быстро, бегом буквально займет две минуты, подойдите сюда впереди, сюда впереди. Если Ты говоришь, у меня есть перемена в теле, что-то произошло, не оставайся на месте, ты потеряешь свое чудо. Беги сюда впереди, беги сюда впереди. Что-то произошло с Тобой. Даже если ты далеко, на балконе, не имеет значения, есть перемена в твоем теле. И хочешь хранить чудо, подойди сюда впереди. Церковь дайте аплодисмент Господу за тех людей, которые получили свое исцеление от Иисуса. Он есть любящий, Он любит доказать. Ты получил чудо от Бога, подойди сюда впереди. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо, Господь. Я вижу, что Вы устали уже аплодировать Господу. Слишком много чудеса для Вас, наверное. Спасибо, Господь, что Ты живой, что Ты всемогущий. Ты творишь чудеса в нашем времени. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя. Спасибо. Смотрите сюда ко мне. Я вижу, плачут от радости. А что у Вас болело? Шея сильно болело, у меня как шишка тут. А сейчас все хорошо. Шишка была в шее. И сейчас не болит? Давайте буквально несколько человек, 3, 4, 5. Вот. А кто из Вас считает, что Ваша болезнь была такая трудная, тяжелая? По Вашим мнениям, по Вашим меркам. Подойдите сюда, пожалуйста. Как ее зовут? Свекровь. Свекровь. Женщина, которая любит свекровь, после столько лет жизни, должно получить благословение от Господа. Если Ваша болезнь была тяжелая по остроте боли или по долготе времени, подойдите сюда впереди. Пожалуйста, прямо сейчас. Как Вас зовут? Николай. Николай, что у Вас болело? У меня рак простаты. И Вы чувствовали боль, когда пришла в промежности боли. А сейчас Вы чувствуете? Легче. Боль ушла вроде. Ушла. Ушла. Боже, я благодарю Тебя за Николай. Пусть Бог еще никогда не вернется во имя Иисуса. Аминь. Можно Вас обниму? Пусть Вас Бог благословит. Я просто... Даже слезы сами появляются. Слезы сами появляются. А мужчины редко плачут. Но когда Господь появляется, даже мужчины плачут. Слава Богу. Пусть Бог благословит Вас. Виталий, у Вас? А как Вас зовут? Меня зовут Екатерина. У меня была онкология. И мне сказали, два месяца жить, была опухоль. Но церковь молилась, прооперировали. Я прошла все нужные процедуры в медицине. Но церковь продолжала молиться. И я полностью здорова, исцелена, восстановлена. Еще сегодня получила дополнительное восстановление, исцеление. Потому что у меня нога немножко тянула. Потому что правая грудь. Ну, грудь оставили, опухоль убрали. Ну, остаточные явления еще были. Но благодаря церкви, пастырям, домашней группе. Сейчас не тянет нога. Нет, оно щелкнуло и что-то ушло. И Бог меня... Когда оно щелкнуло? Сегодня вот... То есть Бог... За стопы. За стопы. За стопы, ага. Да, у меня постоянно еще хотели отправить картопеду, за стопы. Я говорю, Господь меня исцелит. И сегодня... Он сделал. Вот, смотрите. Вы заметили, как женщины любят проповедовать. Мужчины не любят, но они проповедники. А женщины любят, им не дают. Вы что-то еще хотели сказать, я вижу. Вот. Потому что я совсем была никакая. Меня знают все, какая была вообще серенькая мышка. А в этом году Бог меня вел. Я в поместной церкви служу в прославлении. Что интересно, все сострии ее поддерживают. Боже, благослови ее отец во имя. Боже, благослови ее отец во имя. Боже, благослови ее отец во имя. Здравствуйте. Как вас зовут, Игорь? А что у вас болело, Игорь? Я в том году упал и поломал шийку бедра. И очень тяжело восстанавливался. И я ждал чудо от Господа. И 9 месяцев я просто физически не мог ходить в церковь. Но я знаю, что церковь меня поддерживала. И вы в том году проповедовали, что будет чудо. Я не буду сказать, что я пойду проверю в больницу. Я слушаю Бога. Я пойду, сделаю снимок. И будет чудо. Чудо. И сегодня я почувствовал, как мои ноги начали укрепляться. Потому что второй раз женщина вперед побежит. Я не могу догнать ее. Медленно хожу. А сегодня легче стало. Мне жалко, что эта женщина, жену, ее теперь будут догонять. Господь, полное исцеление. Господь, во имя Иисуса, благослови ее вам. Привет, вас. Как вас зовут? Саша, меня зовут. Саша, что болело? У меня болели ноги. Сильный зуд. У нас есть пастор Ющенко. Я к нему обратился. И, между прочим, обращаюсь ко всем. Очень хорошо помог мне. Вы слышите? Скажите, что случилось сегодня? Сам не знаю. Какая-то... Вы не знаете, что случилось сегодня? Нет, это случилось давно. Давно. Отчего Бог вас исцелил? Отчего Он вас исцелил? Ну, стал молиться. И ноги не болят? Нет, болят, но уже меньше. Уже меньше. Господь, спасибо за полное исцеление ног во имя Иисуса. Слава Богу. И вам большое спасибо. Вы очень и очень и очень хорошо читаете. Очень хорошо. Дай Бог вам здоровья. Вы знаете, почему я хорошо читал, увидел ваше красивое лицо, и я подумал, перед вами не имею права никак проваливаться. Спасибо вам. Последний человек. Что у вас болит? Меня зовут Ярослав. У меня параноидная шизофрения, и я очень боялся людей. Я вообще не представлял, что я буду выступать на сцене и свидетельствовать. На сегодня Бог прикоснулся. И он показал, что может быть лучше. И мне стало легче. Между прочим, сегодня, когда я молился дома, одно из вещей, что Бог мне показал, что он будет исцелять эту шизофрению. Я все время думал, ну, такой же быть не может в церкви спасение. Оказывается, Бог видел тебя. Еще утром, когда я молился о тебе, он тебя любит. Все будет хорошо. Последний человек. Доброго дня. Меня зовут Рома. Я сегодня первый раз до вас заветовал. У меня таке эмоционально, ну, очень плохо мне было. Эмоции мною керували, и я не знал, что мне делать. Так, трохи сгубил себя. Было в один момент, перестал Бога верить, молитвы читать. Но я как-то так собрался, и сегодня ночью, как Бог меня сюда подтолкнул, я приехал, постоял, послухал. И так, как-то, аж легче стало. Так собралось, тут поднялось все. Я не знал, что делать уже. Я дома постоянно лежал, не знал, как что. Слава Богу. У кого из вас Бог исселил суставы? Кто-нибудь, у вас была проблема со суставами? А кого Бог исселил, связано? У вас точно суставы были? Суставы, 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 суставы. Слава Богу. У кого было давление высокое? У вас, у вас, у вас, у вас. Это для себя. Просто я хотел убедиться, что Бог мне показывал, что это действительно слава Богу. Давайте мы дадим Господу аплодисменты за каждого из них. Возвращайтесь на свои места. Спасибо, что вы вышли рассказать. Да, Господь, мы молимся за свекровь. Она, наверное, очень хорошая, что столько лет вы еще ее любите. Господь, благослови с Евгровой. Мы просим чудо для нее во имя Иисуса. Вы говорите, пастор Генри, неужели это правда, то, что я только что увидел? Да, это правда. Бог любит человека. И Он отдал жизни, чтобы мы имели жизнь. И самое большое чудо, что может... Постойте здесь. Самое большое чудо, что может быть в жизни человека, это не эти исцеления. Самое большое чудо, это когда человек получает прощение грехов своих и примирился с Богом. Сегодня я хочу говорить, это самое главное чудо. Если ты еще не знаешь Иисуса, ты еще не примирился с Богом, еще не получил прощение грехов своих, и ты хочешь это сделать сегодня, это самый удобный момент. Где бы вы ни были в этом зале, вы хотите примириться с Богом, получить прощение грехов, я приглашаю вас. Подойдите сюда впереди. Я хочу помолиться с вами. Я хочу помолиться с вами. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Добро пожаловать к Иисусу. Давайте мы дадим аплодисменты, Господь, за людей, которые к Нему идут. Только дорогу не закрывать. Не закрывайте дорогу для них. Добро пожаловать к Иисусу. Даже с балкона вы успеете прийти. Бог любит тебя. Бог зовет тебя. Сегодня день спасения. Это праздничный день. День твоего спасения. Только я прошу, у нас есть какая-то группа порядка, которая поможет людям, чтобы не закрывать дорогу. Дорога к Иисусу открыта. Он умер на кресте, чтобы ты имел жизнь. Приди к Нему. В Нем жизнь. В Нем спасение. В Нем прощение. Церковь, давайте будем приветствовать новых людей, которые идут к Иисусу. Давайте будем приветствовать новых людей, которые идут к Иисусу Христу. Спасибо, Господь, за каждого из них. За каждого из них. Бог вас да благословит. Бог, мы можем что-то распространяться сюда, потому что тут не помешаются люди. Тут не помешаются люди. Добро пожаловать, как можно шире туда, чтобы поместились другие люди. Спасибо тебе, Господь. Вот поэтому новое церковное здание важно, чтобы поместились люди, которые каются. Можно поближе, можно поближе, можно поближе. Слава Господу, слава Господу. Церковь, вы радуетесь новыми людьми. Вот церковь вас приветствует. Мы вас очень любим. Я вот что хочу сказать. Грехи прощает Господь Бог. Не пастор, не батюшка, не священник, не важно, как вы его называете, исходя из вашей образованности, но грехи прощает Господь Бог. За ваши грехи умерла личность. Имя Ему Иисус Христос. И чтобы получить прощение грехов, это очень сложное задание. Первый вопрос к вам. Скажите мне, вы верите, что Иисус Христос умер за ваши грехи? Да? Второй вопрос. Еще сложнее. Вы верите, что Иисус Христос умер за ваши грехи? Он Сын Божий. Последний вопрос. Только самые любящие Бога отвечают. Вы верите, что Иисус Христос, Сын Божий, Который умер за ваши грехи, воскрес из мертвых? И Библия говорит, если мы ведь верим, и скажем устами нашими, мы будем спасены. Поэтому я вам помогу в этой молитве. Скажите со мной, Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за мои грехи, но на третий день воскрес из мертвых. Поэтому прошу тебя, прости меня все мои грехи. дай мне новую жизнь. Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом со сегодняшнего дня. Я благодарю тебе, Отец, что ты меня услышал и простил меня. Во имя Иисуса молюсь. Амин. Аллилуйя. Если вы помолились эту молитву искренне, от всего сердца, Господь Бог вас простил. И Церковь Спасения очень рада видеть вас. Я приглашаю пастора Микола, и он вам расскажет, что вам делать. Дальше Бог вас да благословит, когда я приду сюда в следующем году, хочу вас встретить здесь на собрании. Хорошо. Благословения вам. Благословения вам.